здравствуйте дорогие друзья с вами канал 1 австралия александр петров вот посмотрите последствия наводнения но при этом вы видите этот стульчик здесь уже сидят ребята и рыбачат и там где раньше был тоже такие высокие корни огромного наверно лет 200 дерева и она собственно говоря повалена но нас этих корней землей это как холм очень хорошо ловить рыбу сейчас песочек и несмотря на весь этот бурелом по которому мы сейчас пройдем в общем-то настроение не портится и кажется что жизнь продолжается я думаю через год все будет уже не так плохо теперь давайте поговорим о том этих страшных катаклизмах которые были а поверьте они будут и в будущем они и сейчас есть и вы знаете что у нас говорили о пожарах что дескать ну вся австралия горит эти языки пламени чуть ли не до звезд доходят потом оказалось что это просто рядовое действие это такой же пожар какими они бывают может быть чуть сильнее других но они встречаются часто вот кстати с этих мест тоже и рыбачили и теперь можно рыбачить просто больше песочка таким образом эти деревья восстановились буквально за пару-тройку месяцев и все сквозь стволы пошла зелень и лес краше и красивее он стал таким изумрудным что честно говоря приятно по этим местам ездить еще где-то виден черный налет на стволах ну деревья в полной красе и зверушки бегают и а ведь нас кошмарили то же самое вот смотрите да вот этот бурелом казалось бы это вообще страшно особенно где мы прошли до а с другой стороны год-два и есть это даже просто не убирать природа сама разберется все это пища для кого-то жилье для кого-то в итоге в итоге все будет нормально будет немножко другая структура этого парка вода немножко подойдет и все будет хорошо теперь давайте возьмем вот этот вот наш коронакризис я не буду комментировать его вообще в принципе чтобы меня не страйкнули но у меня создается впечатление нас опять обманывают я это еще где-то года так с 95 я бы поймал сми на лжи причем жил-то я в россии а смита были американские вот и потом эта история повторялась добрых наверно так 15 лет может быть 10 по разным странам фигурировала одна и та же байда вот это было нужно скучно если вы посмотрите любое событие то в этом трагическом событии видите как все повалено в этом трагическом событии всегда есть какие-то очень подозрительные нестыковки а потом потом это все убирается нас просто обманывают такой цели достигает власть я не знаю я думаю что цель это мы мы есть те самые люди которые в какой-то степени мешаем тем кто нами правит или или мешаем тем тотальным статусом которые имеем то есть мы должны наверно как-то объединить или нас должно стать меньше или одно и другое вместе взято я не знаю борьба с терроризмом было подозрительно потому что как-то терроризм странный и боролись с ним как-то странно кто-то получил много и земель и прав какие-то народы вообще ничего не получили и были ошельмованы совершенно кстати и заслуженно наверное но цели какие-то добились а потом потом все мира исчезло и вдруг у нас одна трагедия другая трагедия сейчас каранокризис так называемый все это очень и очень дурно на мой взгляд пахнет чего хотят добиться ну я думаю что целью являемся дорогие друзья мы все ну коллективно все это значит что либо нас не хотят видеть либо не хотят видеть нас такими богатыми либо не хотят нас видеть в увеличивающемся количестве то есть постараются закрыть австралию или уже закрыли посмотрим что дальше будет происходить но я скажу так те кто думает что австралийскую экономику надо увеличивать никуда государство не денется будет она привозить людей потому что без них естественно наша далеко не умная в основном население австралии среднем явно не англичане вот они не смогут поднять австралию это все правда только нужно ли власть имущим то реально обладает властью в австралии вот такое такой подъем австралийский это не факт при тех огромных просто бесконечных ресурсов которые австралия получают огромные деньги то жалкое количество 26 миллионов человек которые находятся в австралии и они могут вообще не работать имитировать что ничего делают и абсолютно не работать и все вот и в этом случае до пиши пропала если же если же захотят все-таки поднимать страну как так экономически то будут привозить там но будут привозить сюда действительности людей которые мозги вот этого вам надо если хотите бояться если хотите стремиться потому что подавляющее большинство тех людей кого я знаю и даже из-за мигрантов они вот и хотели бы таких людей здесь правда сами они здесь оказались может быть какие-то другими путями но сейчас конечно они выступают именно до такой путь путь на увеличение народа населения австралии ну как бы как сказать я тоже наверно в какой-то степени это поддерживаю поэтому я вам и говорю дорогие друзья либо вы будете ехать по global таланту который будет несомненно будет расширен либо вы будете поддаваться на докторскую диссертацию но может быть какие-то исключительные вещи будут допущены и мы на них тоже ориентируемся вот и вот то что я сейчас делаю вот как раз это вы все и видите и почему я это вам говорю ну просто потому что как бы чтобы не было у людей иллюзий кому 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 это не интересно они пропустят это видео многие из ребят видео не смотрят проблема в том что вот эти вот ура информативные ролики они на самом деле несут меньше информации чем все то что вам говорится в таких роликах вы должны понимать осознавать ситуацию да может быть и смотреть все эти вот красоты которые я вам сейчас показываю но в основном проникнуться вот этим духом всего того что здесь происходит и избавиться от желания выдать желаемое за действительное то есть virtual thinking если вы от этого избавитесь если если вы хорошо все будете анализировать то я думаю вы примете решение правильное решение соответственно это поможет вам приехать в нашу страну и остаться здесь достойно единственное что иногда кажется что да это будет действительно тяжело на первом этапе вы знаете мне кажется что лучше чтобы тяжело было не не на следующих этапах а именно в начале до того как вы сюда приехали и если вы сюда приехать приедете с высоко поднятой головой то и дальше у вас все пойдет как по маслу а значит сложится ваша жизнь в австралии вы будете счастливы но собственно говоря ради не ради ли этого вы смотрите все мои видео так что хотят нас обмануть конечно нас хотят обмануть и тут вообще нету никакого секрета тут как бы может быть вопрос только в том тем или иным способом это делают а можем ли мы защитить себя и решить эту проблему от другой вопрос и я думаю мы не просто можем мы должны